Музей Московского Кремля и Акционерное общество «Транснефть» подписали соглашение о сотрудничестве, связанное с длительной масштабной реставрацией величайшей святыни Кремля Успенского собора. Подробности в репортаже Елены Чач. Церемония торжественного подписания соглашения о сотрудничестве между музеями Московского Кремля и Акционерным обществом «Транснефть» состоялась в Мироваренной палате Патриаршего дворца. Транснефть и ранее помогала в реставрации Успенского собора. Однако теперь начинается особый этап отношений, связанных с этим уникальным памятником. Мы подготовили все необходимые и серьезные документы для того, чтобы не частями, не какими-то захватками делать реставрацию этого сложнейшего и важнейшего памятника, входящегося на территорию Кремля, но приступить к комплексной реставрации Успенского собора, и компания «Транснефть» выразила желание помочь нам в этом сложном вопросе и взяла на себя непростой труд финансировать реставрационные работы, которые, как мы сейчас рассчитываем, будут длиться более пяти лет. В 2008 году было проверено комплексное, ежедневное обследование технического состояния здания, и, конечно, стало ясно, что это будет требовать масштабной реконструкции, участие и ремонта, начиная, потом, окончая, крыльца. Это и стены, и научные исследования, которые понадобятся в проведении этой работы. На этот момент сейчас такая задача поставлена для «Транснефть» это дело чести и долго участвовать в этой работе. Необходимость комплексной реставрации Успенского собора была осознана давно, однако осуществить ее оказалось возможным только сейчас, при наличии серьезной финансовой поддержки. Эта реставрация должна будет на многие столетия вперед обеспечить сохранность всех элементов Кремлевской святыни. В частности, предполагается решить проблемы, связанные с крышей собора и конденсатом. Чердачное пространство настолько низкое, что без разборки кровли невозможно утеплить своды, а, соответственно, невозможно защитить своды от конденсата. То есть перед нами достаточно сложная проблема, она кажется простой и малоинтересной, но на самом деле вы даже не можете себе представить, насколько это сложно сделать. Предполагается, что в ходе реставрации будет сделан целый ряд научных открытий. Например, в результате демонтажа иконостаса будет открыта древняя роспись алтарной стены. Фрагменты этой росписи вы можете увидеть здесь. Дополнительные задачи перед реставраторами встают из-за низкой культуры некоторых наших современников. Бывает так, что посетители умудряются забираться даже на маленное место патриарха, чтобы сделать селфи, отчего, безусловно, страдает древний мрамор. Успенский собор, воздвигнутый и освященный в XV веке, является собором-патриаршем. В отдельные церковные праздники в нем совершают богослужения предстоятели русской церкви, а все, что находится в этом древнем храме, является драгоценнейшей церковной и государственной реликвии. В ходе реставрации будет учтен этот особый статус собора. Работы не скажутся на круге совершаемых в нем богослужений и не ограничат возможности посещения святыни туристами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова